Мы находимся в Лиссабоне, в музее Алжук, это музей сопротивления и свободы. Он находится в здании ПИД, это секретная полиция режима Салазара, такая португальская Лубянка. Саладухина Татьяна Антоновна, 63 года, крестьянка, церковная староста села Рясы Шиловского района Рязанской области. Расстреляна в городе Рязань 5 ноября 1937 года, реабилитирована посмертно, спустя 50 лет. Юрин Павел Семенович, 61 год, дворянин, бывший подполковник российской армии, георгиевский кавалер. Расстрелян 5 января 1938 года в городе Рязань, реабилитирована посмертно, 20 лет спустя. Дмитрий Александрович Царев, 71 год, родился и жил в Тверской области, плотник по найму в селе Ивановское Погорельского района. Расстрелян 17 октября 1937 года. Мой прадед, Потеряев Виктор Терентьевич, 1880 года рождения. Арестован 13 апреля 1933 года по обвинению в участии в контрреволюционной деятельности старообрядцев. На момент ареста работал вельтфельдшером в Дорсанаделе села Уктус. Репрессирован решением тройки ОГПУ по Уралу и приговорен к заключению, реабилитирован посмертно, 16 января 1991 года. Иосиф Михайлович Пекарский, 60 лет, родился в деревне Заречье Воложинского района, рабочий в Гвоздинном заводе. Расстрелян 28 января 1938 года в Ворше, Витебской области. Бронислав Иосифович Гриневич, 41 год, родился в деревне Мощеное Минского района Белорусской ССР, пригодирован на животноводнической ферме колхоза «Заря». Расстрелян 20 февраля 1938 года в Минске. И сегодня на возвращении имен нельзя не говорить про политзаключенные, которые есть в сегодняшней России. Многие имена известны, назовут двоих. Свобода Жанна Беркович и Сеть Петричук. Александр Артемьевич Артемьев, 41 год, родился в деревне Ютино Смоленской области. Колхозник колхоза «Борец труда». Расстрелян 5 января 1938 года. Михаил Сергеевич Жилицкий, 29 лет, родился в Гомельской области, Красноармей. Арестован 23 января 1942 года. Через три дня осужден и расстрелян 26 января 1942 года. Петр Александрович Пенкин, 62 года, родился и жил в Тверской области. Священник Воскресенской церкви села Сельцов, Карельская, Удомельского района. Арестован 9 февраля 1938 года. Через четыре дня 13 февраля осужден. Расстрелян 15 февраля 1938 года. Людвиг Янович Климчак, 44 года. Родился в городе Красноярске, заведующий в мастерских гидропорта. Расстрелян 16 февраля 1938 года в Красноярске. Иван Антонович Белозеров, 58 лет. Родился и жил в Тверской области. Христианин в единоречном деревне Теплуха-Минская, Аристово. 30 марта 1930 года и через три дня, 2 апреля 1930 года, расстрелян. Моисей Ицкевич Агарант, 61 год. Родился в деревне Слобода Смоленской области. Заведующий складом западного кинотреска. Расстрелян 15 января 1938 года в Смоленске. Пётр Игнатьевич Витховский, 65 лет. Родился в деревне Яновка, Витебской области. Колхозник колхоза Варлана, Смоленская область. Расстрелян 11 ноября 1937 года. И мой прадедушка. Сорокин Андрей Павлович, 39 лет. Родился в городе Таганрог, Ростовской области. Шофер на заводе 31 города Таганрог. Разстрелян 13 июля 1938 года в городе Ростов-на-Таме. Иван Алексеевич Багон-Рабов, 48 years old, was born and lived in Kalinskaya, August. Manager of an office where wool was collected and felt the footwear was distributed. In the city of Krasnikholm. Executed on March 23, 1983 in Kalinin city. Алексей Вазилевич Габичев, 52 years old, was born and lived in Kalinskaya, August. Иван Тарасович Феофанов, 56 лет. Родился и жил в Тверской области. Представитель колхоза деревни Трунова Калининского района. Расстрелян 15 февраля 1942 года. И Копель Кальманович Абрамович, 45 лет. Родился в городе Кельца. Заготовщик комбината «Ненозет» в Ленинграде. Расстрелян 22 декабря 1937 года в Смоленске. Федор Иванович Радманов, 42 года. Родился и жил в Смоленской области. Грущик на Паянцевом заводе. Расстрелян 23 сентября 1937 года. Федор Ильич Горьков, 57 лет. Родился и жил в Смоленской области. Медник на музыкальной фабрике города Юхунов. Расстрелян 1 ноября 1937 года. Павел Симонович Васильков, 46 лет. Родился в деревне Титово Смоленской области. Десятник по строительству в совхозе имени Молотова. Расстрелян 13 марта 1938 года. Анастасия Федоровна Гаслинская, 41 год. Родилась в деревне Хорошево Смоленской области. Учительница в городе Драгобуш. Расстреляна 9 января 1938 года в Смоленске. Александр Никитович Лебедевский. 50 лет. Родился в Твери. Главный инженер горсовета. Расстрелян 28 сентября 1937 года в Москве. Тихом Кузьмич Базанов Кузьмин. 56 лет. Родился и жил в Калининской области. Сезонная рабочая промартель и вторая пятилетка по добыче камня. Расстрелян 5 января 1938 года. Василий Филиппович Милюков. 51 год. Родился и жил в Тверской области. Пастух-единоличник в деревне Князьево. Арестован 9 февраля. Через 4 дня осужден и расстрелян 15 февраля 1938 года. Виктор Ульянович Болгов. 54 года. Родился в деревне Холмы Смоленской области. Заведующий лечебным участком в селе Усминь в Смоленской области. Расстрелян 4 января 1938 года. Иван Петрович Бударин. 78 лет. Родился и жил в Калининской области. Без определенных занятий. Не работал по возрасту. Расстрелян 23 марта 1938 года в городе Калинин. Эрнест Давыдович Брок. 45 лет. Родился в Лифлянской губернии. Механик Знаменского спиртзавода Смоленской области. Расстрелян 22 октября 1938 года. Михаил Иванович Борисов. 61 год. Член колхоза имени 17-го портсъезда. Арестован 23 мая 1938 года. Через два дня, 25 мая 1938 года, осужден и расстрелян в городе Калинин. Сергей Александрович Рязанский. 65 лет. Родился в селе Сумы Харьковской области. Главный инженер в аэросолто-продснабе. Расстрелян 21 октября 1938 года в Иркутске. Иван Бекнович Грешников, 42 лет. Родился в Аберсино в Заноневске регион. Родился в Сумы Харьковской области. Родился в 8-го портсъезда, 1938 года в Медвезия-Горадо-Транстота. Родился в Сандромок. Станислав Куприянович Липутевский, 51 лет. Родился в Козвдолево, village of Potovsky region. Фармер и металлист, Козвдолевский, executed on February 26, 1983, в Минск. Павел Оттович Гугольц, 41 год. Родился и жил в Калининской области. Старший агрономцев Коза имени 15 лет Октября. Расстрелян 14 октября 1937 года в городе Калинин. Николай Николаевич Феоктисов, 42 года. Родился в Твери. Заведующий планово-производственным отделом фабрики имени Вакжанова. Расстрелян 4 декабря 1937 года. Мустав Петрович Парилю, 68 лет, born in Estonia, independently working tailor in Новосокольники, executed on February 28, 1938, in Калинин city. Иван Васильевич Григорович, 46 years old, born in Юбревка, village of Vilenskaya Gubernia, were at Minsk railway station, executed in January 31, 1938, in Minsk. Николай Тимофеевич Грибков, 38 лет. Родился и жил в Тверской губернии, мельник колхоза «Победа», деревня Карельский городок. Расстрелян 27 ноября 1937 года. Яков Григорьевич Веригин, 45 лет. Родился и жил в Калининской области, коньях деревни Неприя, Осташковского района, арестован 4 января 1938, расстрелян на следующий день, 5 января 1938 года. Федор Васильевич Абручиков, 44 года. Родился в деревне Плещица, Могилевской области, колхозник колхоза имени Ленина, Смоленской области. Расстрелян 4 января 1938 года в Смоленске. Александра Михайловна Лебедева, 54 года. Родилась и жила в Тверской области, швея артели «Красный Октябрь» в Берджетске. Расстрелян 28 марта 1938 года. Макарий Арсеньевич Соловьев, 61 год. Родился и жил в Тверской области, священник Дмитриевского района, а Дмитриевского собора Лихославльского района, 29 ноября 1937 года, был расстрелян. Бронислав Станиславович Кондрашевич, 52 года. Родился в деревне Забороге Крассонского района, столер в 12-й дистанции пути. 29 июля 1938 года был расстрелян в городе Полоцке. Некандр Ильич Ильин, 56 лет. Родился и жил в Тверской области, член колхоза «Красная горка» в деревне Лесовые горки. Расстрелян 7 октября 1937 года. Ригорий Фокич Бородуля, 44 года. Родился в деревне Душатина Орловской области, монтажный мастер на строительстве Смоленской электростанции. Расстрелян 1 июня 1938 года. Вечная память о невинно замученном убитым и вечный позор палача. Свободу политзаключенным России. Матвей Иванович Пекало, 39 лет. Родился в Финляндии. Лесоруб в Однозерской трудбазе. Расстрелян 2 октября 1938 года в окрестностях Петрозаводска. Трофим Алексеевич Веклов, 51 год. Священник Пресвятской церкви Западной области. Расстрелян 14 ноября 1937 года в Смоленске. Михаил Федорович Федоров, 52 года. Родился и жил в Тверской области. Воспитатель Борковского детдома. Расстрелян 25 августа 1937 года. Андрей Иванович Анохин, 51 год. Родился в селе Борятино, Дзержинского района Калужской области. Председатель церковно-приходского совета. Священник в церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Расстрелян 8 января 1938 года в Недыне, Калужская область. Свободу политзаключенным. Александр Петрович Апин, 46 лет. Родился в Лифлянской губернии. Начальник разведывательного отдела, полковник. Расстрелян 11 ноября 1937 года в Смоленске. Иосиф Григорьевич Андреев, 53 года. Родился в деревне Бьюнова, Островский район Ленинградской области. Кладовщик в мастерских Октябрьской железной дороги. Расстрелян 6 сентября 1937 года в Ленинграде. Ефрем Александрович Мохчев, 64 года. Родился и жил в Тверской губернии. Сторож за год сены в Ташке. Расстрелян 17 августа 1937 года. Петр Евдокимович Евдокимов, 46 лет. Родился в Смоленской области. Единоличник, ободник Бондарь, в деревне Прусокова. Расстрелян 21 января 1938 года. Василий Андреевич Кроутов, 39 лет. Родился в деревне Николаевка, Новоселовской области, Минусинского уезда и Енисейской губернии. Крестьянин. Расстрелян 18 февраля 1930 года в Красноярске. Яков Андреевич Галях, 46 лет. Родился в Смоленске. Популятор смоленской типографии имени Смирнова. Расстрелян 15 августа 1938 года. Александр Евгеньевич Сесвятский, 50 лет. Родился в деревне Шопица, Ярославской области. Юрист-консультант Руднянского молоконсервного завода Западной области. Расстрелян 28 ноября 1937 года в Бязьме. Ян Рейнович Зидор, 58 лет. Родился в Вольском уезде, Лаксбергской области, Лифлянской губернии. Раскулаченный, ссыльный, место работы не указано. Расстрелян 27 февраля 1938 года в Красноярске. Владимир Григорьевич Андреев, 46 лет. Родился в Кронштадте. Учитель Берновской школы. Расстрелян 5 января 1938 года в городе Калинин. Петр Гергардович Пеннер, 38 лет. Родился в селе Чернозерское Кепчакской области, Оренбургской губернии. Заключенный с Соловецкого лагеря. До ареста заместитель декана на факультете естествознания пединститута имени Покровского. Расстрелян 2 ноября 1937 года в урочище Сандармох, Карелия. Густав Петрович Парива, 68 лет. Родился в Эстонии. Портной единоличник в Новосокольниках. Расстрелян 28 февраля 1938 года в городе Калинин. Григорий Григорьевич Паршута, 52 года. Родился в деревне Озарки-Дворище Виленской губернии. Пенсионер. Расстрел 7 июля 1938 года в Минске. Матвей Трофимович Машкет, 67 лет. Родился и жил в Тверской области. Весовщик железнодорожной станции Калинин. Приговорен к расстрелу 3 ноября 1937 года. Павел Ильич Богданов. 41 год. Родился в деревне Боброво Смоленской области. Плотник колхоза Новая Прость. Расстрелян 13 января 1938 года. Иван Тимофеевич Пахомов. 37 лет. Родился в Калужской губернии. Заместитель директора вербовочного бюро в Северо-Приморском госрыб Тресте. Расстрелян 15 сентября 1938 года в Владивостоке. Александр Петрович Седых. 54 года. Родился в Николаевском уезде Оренбургской губернии. Священник. Архимандрит. Настоятель молитвенного дома благочинной в Белорецком благочинническом округе. Расстрелян 4 февраля 1938 года в Уфе, Башкирия.